Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию микрозонкер, который очень хорошо работает как по хищнику, так и по белой рыбе. Я взял обыкновенный крючок, слегка подогнул колечко, установил шарик латунный, крашеный, и огрузил обыкновенным листовым свинцом. Промажу немножко клеем. Нить можно использовать практически любую, желательно, конечно, ровницу. Крючок подбирал я по своему меху, поэтому здесь целесообразно использовать те крючки, которые подойдут под ваш мех. Закрепим нашу нить, пока ничего не выравниваем, не подравниваем, просто закрепим нить, промотаем перед свинцом и подведем к загибу. Немножко мы отступим от правил, потому что традиционно зонкер так не изготавливается, но я беру вот кусочек жесткого такого меха, у меня есть писца, совсем небольшую, беру щепоточку меха, вот где-то приблизительно как ампулка по величине. Если у вас есть мех козы, крашеный, как я уже вам показывал, красного цвета, это тоже будет очень хорошо. Значит, вымеряем с вами длину нашего хвостика, сколько нам необходимо. Приблизительно я обычно беру равным длине тела и креплю здесь. Буквально пару оборотов больше не крепим. И вровень со свинцом отрезаю остатки. Теперь берем с вами проволоку, которой будем сегментировать и закреплять наш мех. Я обычно использую, как я уже вам показывал, это нихром, из которого изготавливают спирали. Проволоку я теперь закрепляю на всю длину, слегка подхватываю, оставляю в покое мою проволоку и сделаю пару-тройку оборотов под хвостиком, чтобы его нам приподнять. Вот так. И оставляем в таком положении. Проматываем теперь окончательно наше тело, подравниваем все неровности. Так, чтобы было коническое, не заходим за свинец. Подравняли с вами тело. Я в хвостик добавил еще немножко плоского голографического люрекса, так, чтобы люрекс был несколько длиннее моего хвостика. И сделал точку прицеливания из вот такого синтетического блестящего дабинга. Теперь мы с вами должны подготовить еще вот такой дабинг. Если нет, можно просто обмотать фольгой. Я беру, расщепляю нить. И в нить вставляю необходимое количество моего синтетического дабинга. Берем маленькими порциями, так, чтобы у нас было удобно работать с нашим дабингом. Слегка вот так надрываю его и вставляю в нашу веревочку. Вот приблизительно вот такое небольшое количество. Прежде чем наматывать, нам необходимо совсем немножко промазать верхнюю часть клеем, чтобы несколько прочнее мой дабинг держался. И берем просто теперь, прокручиваем нашу катушку, формируем дабинговую веревочку. Вот такую. Если есть у вас микросинель, пожалуйста, можно ее использовать. И теперь, удерживая нашу катушку, отодвигаем волоски наши в сторону загиба, проводим намотку. Такой оттенок дабинга как раз будет напоминать нашему хищнику своим блеском. Лишнее, если вот так вот есть, можно пообрывать, чтобы оно не мешало. Доходим приблизительно до места, где у нас закончился свинец. Еще немножко добавим дабинга. Сделаем небольшое утолщение. И нам необходимо с вами теперь закрепить мех. Мех для себя вы подберете такой, как вам необходим. Я, допустим, взял вот кусочек шкурки кролика крашеного. Можно использовать белку, андатру. Подберете по величине своего крючка. Прежде чем мы будем крепить наш мех, вымеряем его по длине, которую я хочу использовать. И так, чтобы мне, допустим, уже это не мешало, я слегка место крепления смочу водой, слюной, как вам будет удобно. Отрежу. И слегка на косую подрежу сам мех, чтобы было удобно крепить. Вот так. И мех я буду крепить несколько необычно, как я уже показывал в определенных фильмах. Буду крепить наоборот немножко. Подхватываю вместе за шариком. И смотрю за тем, чтобы у меня мой мех никуда уже не ушел. Ни влево, ни вправо. Помогаю рукой, придерживаю. Посмотрели, примерили, все меня устраивает. Теперь нам необходимо как-то обозначить здесь немножко грудку. Поэтому можно использовать красный даббинг. Но я возьму все тот же даббинг, который я использовал у загиба для придания точки атаки. Также вот так рыхло первый виток закрепили. И потом аккуратненько начинаем с вами подматывать. Стараемся не создавать толще, чем есть у нас само тело. Прежде чем мы будем с вами теперь окончательно крепить мех, я обычно беру вот такой инструмент и расчешу сверху, чтобы все волоски у меня ушли немножко в сторону. и вниз. Вот так. Потом можно будет их подчесать нам вдоль тела, создать имитацию малька. Берем теперь немножко клей, который мы используем все время. И промажем центральную часть нашей шкурки, которую мы будем крепить. только по длине цевья. И промажем так же, где у нас тело. Берем теперь аккуратненько наш мех, переламываем. Желательно слегка его вот так увлажнить, чтобы было видно, насколько качественно мы с вами уложим верхнюю часть. Вот так закрепили, посмотрели, все нас устраивает. На месте крепления оранжевого шарика у загиба я слегка смочил мех, увожу его немножко в сторону. И беру нашу проволоку, которую мы с вами подготовили. Делаю здесь первый оборот для крепления. И теперь берем нашу даббинговую иглу, или же, как я обычно использую, зубную щетку, так как она более качественно раздвигает волоски. Начинаем притягивать, теперь крепить окончательно наш мех. Зубную щетку теперь подходим к нашему шарику и уже здесь сделаем пару полных оборотов. Так как у нас здесь с вами уже шеи не получится, мы с вами аккуратно все закрепили. Я теперь нанесу на нить клей и сделаю завершающий узел. Сделали завершающий узел, отломали проволоку и вот такой, как вы видите, симпатичный зонкер, который не пропустит ни окунь, ни щука, ни судак, тем более жерех, готов к работе. В таком исполнении его спокойно можно забрасывать ультралайтом. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!